Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу реализации национальных проектов. Участие в нем приняли спикер ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель прокурора региона Павел Гвоздев, вице-губернатор и руководители профильных ведомств главы муниципалитетов. На Кубани в этом году благодаря нацпроектам строится 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Как и в прошлом месяце, Краснодарский край сохраняет хорошие темпы освоения средств – 52%. Это на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года. В Славянском районе в этом году реализуется 4 национальных проекта – жилье и городская среда, экология, образование и культура. Общий объем финансирования составляет 406 миллионов рублей. Уже освоено 187 миллионов, что составляет 46% от запланированного. Глава района Роман Сенеговский доложил губернатору о ходе реализации нацпроектов. По национальному проекту «Жилье и городская среда» в Славянском районе реализуются два крупных проекта. Первый – это благоустройство улицы Красной. Объем финансирования – 94 миллиона рублей. На сегодняшний день кассовое строение – 42 миллиона рублей, что составляет 45%. Значит, работы ведутся, скажем так, согласно графику. Второй объем – это благоустройство парка Григория Федоровича Пономаренко. Общий объем финансирования – 73 миллиона рублей, кассовое строение – 36 миллионов рублей, физический объем – 58%. Значит, тоже планируем полное строение объекта до 31 октября. Также по нацпроекту «Культура» в детскую школу искусств в станице Петровска приобретено музыкальное оборудование на общую сумму 4,5 миллиона рублей. По нацпроекту образования и краевой программе в 4-м лицее близится к завершению строительства инновационной площадки «АйТи Куб». Все работы выполняются в срок. Единственный проект, где наблюдается отставание от сроков – это рекультивация полигона твердых бытовых отходов, которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Глава муниципалитета Роман Синеговский отметил, что этот вопрос он держит на личном контроле, и до 1 ноября работы будут завершены. Спасибо огромное. Я знаю, что Савицкий район развивается. Я помню, был в этом вашем парке, где вы были, в районе. Все, знаете, впечатляет. При таком вашем подходе, вовлеченности, я прям смотрю, вы горите этим результатом, горите. Ну, тогда заставьте всю вашу команду гореть тем результатом. Роман, спасибо огромное. Спасибо. Я надеюсь, что по свалке этот вопрос такой текущий. А в целом, продолжайте, как вы сегодня. Управляйте по-настоящему. Управление за районом. Управляйте. Все будет хорошо. Справимся с умеем. Вызовем их выпустим. Всего хорошего. Спасибо. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев еще раз подчеркнул, что участие в национальных проектах и федеральных программах – это серьезная возможность качественно изменить жизнь в крае. Выделяются огромные деньги, которые должны быть трансформированы в видимый результат. Поэтому на главах муниципалитетов лежит персональная ответственность за эффективную и своевременную реализацию нацпроектов. Анна Моностренко, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо.